Коллеги, у нас поступило около 10 тысяч предложений. Вы знаете, что мы закрыли прием. Сейчас идет обработка. Мы рассчитываем, что сегодня, к концу дня, может быть, завтра у нас будет итоговая картинка по голосам. Но сегодня первые 10-15 площадок, которые находятся в топе, это, соответственно, перекресток Велинского-Фурманова, это недостроенная гостиница на Кульбышево, пустырь за Макаровским мостом, заброшенная больница, бывшая больница скорой медицинской помощи. Присутствует у нас и площадь труда, и присутствует у нас сквер, присутствует у нас акватория. Есть предложения по зеленой роще. Мы говорим о том, что такой собор должен быть в центральной части города. То, что мы любя называем утюжок, это московская Челюскинцев, восточная, ткачей, вот эта вот самая центральная часть города. Мы рассчитываем на эту неделю с архитекторами, еще раз, градостроителями проговорить эту тему и предложить в пределах пяти площадок, которые могут быть вынесены для обсуждения. Не кажется ли вам, что стоит внести, как минимум, еще два критерия для отбора этих площадок? Первое. Те площадки, которые могут вызвать очень жесткий конфликт, должны быть из этого перечня исключены. Это раз. И второе. Может быть, внести этот критерий, сделать его таким основополагающим, что из площадок под застройкой должны быть исключены парки и скверы и места общественного пользования, такие, как, например, площадь, которая значится по определенным категориям. Если я правильно понимаю, где вообще все эти рабочие группы, чтобы снять социальную напряженность? Так вот, чтобы снять социальную напряженность, нам нужно переключиться с той площадки, которая вызывает на другие площадки. Так давайте же делаем это сейчас. Вы говорите, давайте спорим и пойдем в другую часть. Но когда мы спросим у представителей партии, они скажут, что подождите, а с ком с вами-то вы ее включили. Вы еще вопрос не провели, а нас уже вычеркнули. Но это ведь тоже не делать. Я должен напомнить, что социология уже зафиксировала очень низкий рейтинг доверия к муниципальным институтам власти. Вот эта рабочая группа, это как раз попытка вернуться в правовое поле и в поле легитимное. А мы слышим какие-то вещи о том, что где-то кто-то с кем-то посовещается, и дальше мы куда-то это вынесем. Давайте все-таки решим очень четко, в чем задача эта рабочая группа, рассматривает ли она критерии в том числе. Может быть, именно рабочая группа должна взять на себя ответственность за общение с экспертами, за заслушивание их здесь. Для того, чтобы очень осторожно к этим непростым вопросам подойти, почему мы и говорим. Мы обсуждаем с градостроительными, мы обсуждаем с архитекторами, мы обсуждаем с благотворительными. После этого формируем некий перечень, устраивающий всех. Отдельно смотрим храм, как мы договорились, не имеется в виду сквер на драме, да? Другие скверы мы будем убирать. После этого принимаем общее решение. Тогда оно прозрачно. Я не уверен, что мы найдем какую-то площадку, по которой не будет конфликтов. Все равно будут недовольны. Поэтому вот так ставить вопрос, это жесткий конфликт, а это не жесткий, вообще не стоит. Именно о критериях я тоже хочу сказать. Значит, первый критерий, который все признали и по предложению Алексея Андреевича зафиксировали протоколом, о том, что партии скверы, общественные зоны должны быть исключены из тех площадок, которые ставятся на голосование. И на перспективу, соответственно, мы тоже ограничиваем строительство в парках и скверах и местах общественного пользования. Казалось бы, критерий универсальный, но вдруг этот критерий свою универсальность теряет, когда мы включаем конкретную совершенно площадку, а именно сквер на драме, в число голосований. У меня вот коллега вопросов, почему вы мою позицию, мое желание исключаете из списка? Я вам хочу на этом месте. Я не участвовал в ваших вопросах, я их не знаю. Надо меня исключать. Поголосуем, проголосуем. Парки и скверы никто трогать не будет. И все. Вот если парки и скверы не затронем, что будет делать ваша группа? Мы будем радоваться и гулять в парках и скверах. Но этот парк и сквер тоже входит в парки и скверах. Я тоже считаю, что вопрос на самом деле не нужно сделать. Это можно очень просто. Если и бархи, либо благотворители говорят о том, что мы исключаем эту площадку сквер из голосований. И все. И тогда выбор новой площадки может пойти по гораздо более спокойным процедурам. Чего боятся люди? Я расскажу. Они боятся того, что на той стороне есть неограниченный финансовый ресурс, что начнутся ходы возок, что голоса распределяются между одними участками. Между одними участками. А здесь пойдет консолидированный нагон, подвоз и прочее. Поэтому конкретно. Да, люди этого боятся. Конкретно совершенно. Это не единичное мнение. Это сотни людей, которые приходят только ко мне и говорят, мы боимся нас отмазать. Я сомневаюсь, что сторонники храма, отец Вениамир, это есть Максим, вместе с митрополитом будут заниматься прогнозами. Это подгонка под ответ. Вот как же нам надо стремулировать таким образом вопросы? Как нам надо поставить критерий, чтобы то место, о котором идет речь, туда точно не попало? Мне кажется, это не очень честно. Тем более, что это позиция противоречивая, потому что, с одной стороны, есть уверенность в том, что люди против этого места, а с другой стороны, боятся проголосовать за это место. Мы не боимся. Если нам скажут, что действительно горожане против этого, ну, хорошо, мы будем уверены. Но я вижу совершенно другое дело. Я вижу, что есть попытка, в котором я вот таким образом точно не попала бы туда. Тоже какая-то боязнь. А что бояться? Если мы так уверены, что этот вариант не пройдет, то иногда нужен такой кандидат, который за это мы проиграем. Это тоже известная технология. Давайте включайте клады, чтобы однозначно ответить. Мы слушаем тот голос, который скажет народ. И мы этого голоса не боимся. А я почему-то вижу, что это боязнь здесь, с той стороны, и мне это печально. Вот все, что я просто говорю.